книга открытым окон вопрос 3231 18 том почему мусульмане так ненавидят евреев и христиан отвечает игнатий технич лапки и когда придут потому что они так наученов из корана 6 сура 54 аят и когда придут тебе те которые уверуют в наши знамения то говори мир вам начертал господь ваша самому себе милость так что кто из вас совершит зло по неверению а потом раскается после этого и станет благим то он прощающий милосерд 9 сура 30 аят и сказали иудеи узайр сын аллаха и сказали христиане миссия сын аллаха эти слова в их устах похожи на слова тех которые не веровали раньше пусть поразит их аллах до чего они отвращены они взяли своих книжников и монахов за господ себе помимо аллаха и мессию сына мария а им было повелено поклониться только единому богу помимо которого нет божества хвала ему превыше он того что они ему предают соучастники о вы которые уверовали многие из книжников и монахов пожирают имущество людей попусту и отклоняют от пути аллаха а те которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути аллаха обрадуя их мучительным наказанием в тот день когда в огне гиены будет это разоржено и будут заклеймены этими и голубые бока и хребты это то что вы сберегли для самих себя вкусите же то что вы сберегали нас должна интересовать не их ненависть предписанной им человеку убийцей а то как мы исполняем наши заповеди любить врагов наших и в том числе конечно и всех мусульман а на деле то получается что эти несчастные видели от христиан в течение тысячи лет такую же ненависть по отношению к себе римлян 1217 никому не воздавайте злом за зло но пекитесь о добром перед всеми человеками римлян 12 20 итак если враг твой голоден накорми его если жаждет напой его ибо делай сие ты соберешь ему на голову горящие уголье 1 петра 4 глава с 14 по 16 стих если злословит вас за имя христова то вы блаженны ибо дух славы дух божий почивает на вас теме он хулиться а вами прославляется только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое а если как христианин то не стыдись но прославляй бога за такую участь стихотворение самосохранение продляет жизнь живым опасности старается предвидеть там включен постоянно усиленный режим выслеживать опасности и гибель смотри как есть любая рядом дичь секунды доля малая в наклоне и озирается за всем успеть следить мол безопасность это лишь условно нет твари более беспечный человека пренебрегающего знанием законов дорогу переходит сходу слепо не зная бродов постоянно тонем и режущие колющие всюду шаг не шагнуть напоришься на вилы не штырь и гвоздь нанизанные люди сгоревшие по глупости в горах застыли своей единственную жизнью обошлись по страшному растя по экстремалы выхваливаясь рухнули смерть утянула вниз и в сладость выглядит дебилом ненормальным не знаю есть ли человек еще к себе что было безжалостней чем русский лишь эта нация себе открыла счет исчезновение огромного союза аборты миллионами законно рождаемость колышется к нулю счет истребления уже такой огромный табачно-алкогольным изничтожен изничтожает плю в опасности впадают и не зря от конфликты пожирают отупелых красавицах красавица на панель на бойну всех ребят и это говорим пока что лишь о теле чтоб душу сохранить ее спасти евангельскую веру вопросе у бога легко попасться в ереси как все эти караси закупорка для вен без благовестия ноги игнатий тихон челапкин 2006 год